Здравствуйте! С вечерними событиями на этот час новости 24 в студии Махач Курбанов. Для начала небольшой анонс о том, что сегодня в выпуске вы увидите. Россия сегодня отмечает 100-летие Октябрьской революции. В Махач Кале прошли торжественные мероприятия, посвященные Великой Дате. Также одно из крупных предприятий Дагестана, завод имени Магомеда Гаджиева, отметил свое 85-летие, пережив за эти года тяжелые времена, оставаясь на плаву по сей день. Дагестанец Тимирлан Бекмурзаев одержал первую победу на чемпионате мира по кикбоксингу, который стартовал 4 ноября в Будапеште. 7 ноября для всех людей, родившихся в эпоху Советского Союза, имеет особое значение. Россия сегодня отмечает 100-летие Октябрьской революции. Именно она положила начало созданию всего советского государства на территории России. В Махач Кале прошли торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате. Коммунисты и сторонники партии со всех районов республики приехали, чтобы встретить Великую Дату. О том, как все происходило, расскажет Зумруд Гамидова. Октябрьская революция стала самым значимым событием 20 века. Именно с нее начинается новый этап человечества. Для пришедших сегодня митинг стал самым настоящим праздником. Но праздник не вооруженного восстания, а символ эпохи, которую принесла революция. Ровно 100 лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу огромной страны. Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Сегодня ветераны партии и комсомольцы прошлись дружными колоннами по главной площади города. Несмотря на пасмурную погоду, все участники были в приподнятом настроении, ведь времена, связанные с целой эпохой в истории нашего государства, навсегда останутся в памяти потомков. Это не праздник, это такой день памяти, который напоминает людям, что человек может и должен быть свободным. Он должен иметь возможность получать те социальные блага, за которые отдали жизни не только в прошлом веке, в 17-м году. Великая октябрьская революция! По мнению коммунистов, Октябрьская революция, несмотря ни на что, была и остается знаменательной вехой в жизни человечества. И имела большое значение, в том числе для Дагестана. Наша республика, установив советский власть у себя, развивалась более опережающими темпами, чем весь Советский Союз. Продукции давала выше. За 10 лет, первые 10 лет советской власти в Дагестане, бюджет республики был увеличен 14 раз. Доходы населения увеличились 8 раз. По традиции в этот день были возложены цветы к памятнику вождя пролетариата Ленину и к памятнику революционеров. После торжественного митинга мероприятие продолжилось в Доме дружбы, где состоялся праздничный концерт. Перед его началом в необычной обстановке была развернута экспозиция советских агитплакатов. По звуке революционных и советских песен начался торжественный вечер. Со словами поздравлений к присутствующим обратился первый в РИА заместитель председателя правительства республики Анатолий Карибов. Никто не знает сослагательного наклонения. Никто не знает, что стало бы с Россией, если бы не случилась февральская и октябрьская революции. Но революция произошла и знаменовала переход России в новое качество. Переход трудный, полезный, но очень важный. Торжественный вечер, посвященный столетию октябрьской революции, прошел в дружной и теплой атмосфере. Мероприятие получилось действительно ярким и запоминающимся, как это и полагается, столь значимым в истории датам. Зумруд Гаминдова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Завод имени Гаджиева отметил свое 85-летие. Одно из самых крупных предприятий республики было основано еще в 1932 году. Насосная продукция, нефтегазовая арматура, электрогидравлические рулевые машины и другое оборудование. Все это производят здесь, в Махачкале, и поставляют по всей России. Свыше 650 человек ударников труда сегодня отметили день рождения своего любимого предприятия. Гости вечера, среди которых был временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Дагестан Гасан Идрисов, подведя итоги работы за многие годы, наградил лучших специалистов знаками отличия от Министерства промышленности и пожелал дальнейшего развития заводу. В войну, конечно, знаменательную роль завод сыграл в обороноспособности нашей великой страны. И очень символично, что 1 декабря 1942 года заводу было присвоено звание в имя великого Дагестанца, подводника, капитана 2-го ранга Магомеда Имаудиновича Гаджиева. В филиале Российской правовой академии сегодня состоялась встреча регионального представителя федерального проекта «Трезвая Россия» со студентами и учреждением. Основные цели проекта – это борьба с алкоголизмом и популяризация здорового образа жизни. Допустив оплошность с выбором направления в самом начале своего пути, можно с большой вероятностью прийти совсем не туда, куда хотелось бы. Встреча со студентами началась с поучительного видео, наглядно демонстрирующего, каким последствиям приводит употребление алкоголя. Согласно официальным данным, Россия занимает в рейтинге стран по уровню алкоголизма 5-е место. В Дагестане эта проблема не менее актуальна. Более 9 тысяч человек страдают алкогольной зависимостью. Надо понимать, что такое зло может прийти в каждый дом. Если оно пришло уже в ваш дом, то нужно с этим каким-то образом справляться. Место проведения встречи выбрано не случайно. Именно здесь, по словам представителей проекта, учатся те, кто в будущем может существенно повлиять на решение проблемы. Вы студенты старших курсов, будущие прокуроры, судьи, адвокаты. Представляете, вот это количество, вот вас, это количество, если превратить в качество в данном направлении, я уверен, что нас ждет хороший результат. Только за прошлый год в Дагестане число умерших от отравления алкоголем достигло 17 человек. Преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения – 964. Эта беда настигла все слои населения, поэтому деятельность проекта «Трезвая Россия» на сегодняшний день актуальна как никогда. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Герой следующего сюжета – Рустам Гамзаев. Опытный строитель, муж и отец троих детей. Авария двухгодовалой давности стала для мужчины роковой. Теперь он не может ходить и еле передвигается. О строительстве новых объектов он еще долго не сможет думать. Ума Ибрагимова встретилась с ним и его семьей. Рустам Гамзаев рассказывает лишь о небольших повреждениях. Мужчина не может ходить. Открытый перелом бедра, перелом позвонка и полное нарушение проводимости спинного мозга. Такой диагноз поставили Рустаму врачи. Держать хлеб, кушать самостоятельно. Что-то уже могу пить, воду. В прошлом году Рустам Гамзаев попал в тяжелую аварию. Был в гостях у брата в Черкее. Возвращаясь домой на машине, не справился с управлением. О случившемся помнит плохо. Лишь состояние попутчиков. Единственное, что до сих пор в голове, вот крики вот этих женщин, которые были со мной, вот эти как-то в голове бывают эти моменты. А как это случилось, не могу вспомнить. Или откручивался, или что, я не знаю. Жена Рустама Рукиад уже долгое время не работает. Следит за состоянием мужа и практически никуда не выбирается. На работу выходить не получается. И постоянно перед ним надо ухаживать. Вот так быть. Трудно было очень. Сейчас тоже нелегко жить в чужой квартире. Вот так все время за ним тоже ухаживать и работать тоже. В семье трое детей. Из-за тяжелого финансового положения Рукиад отправляет дочь учиться к матери в унтолюбку. Цукольский район. Туда же планируют отправить и сына. У него авария случилась. Я его хотела здесь отправить. После этого я туда к маме отправила. За то, что мне тоже за ним ухаживать, посмотреть. И его в школу отвезти, забрать. Это тоже все равно. После аварии семья сменила множество квартир. Искали подходящий вариант. Сложность заключалась в коляске для Рустама. Ровно семь месяцев назад семья Гамзаевых переехала в этот дом. Мера была вынужденная. В частном доме Рукиад намного легче выводить мужа на свежий воздух. Магмед Расулу 9 лет. Учится во втором классе и пытается не давать отцу скучать. Делится успехами в школе. Я скажу, чтобы он встал и с нами погулял. Чтобы он выздоровел и встал. Пошел уже второй год после страшной аварии. Рустам и его семья надеются на помощь людей, чтобы пройти дорогостоящие реабилитационные процедуры. Врачи дают шанс Рустаму в свои 40 лет вернуться к здоровой и полноценной жизни. Умай Брагимов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанец Тимирлан Бикмурзаев одержал первую победу на чемпионате мира по кикбоксингу, который стартовал 4 ноября в Будапеште. В стартовом круге соревнований в разделе «Фуллконтакт» с лоу-киком уроженец Буйнакска был сильнее представителя Польши. В весовой категории до 60 килограмм конкурируют 16 кикбоксеров. Права отстаивать цвета национального флага наш спортсмен добился, победив в чемпионате России в Калининграде. Также он становился победителем молодежного первенства мира 2016 года. Соперник дагестанца по второму поединку, который состоится уже завтра, определится по итогам вечерней сессии сегодняшних боев. Чемпионат мира в Будапеште завершится 12 ноября. И напоследок курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 45 копеек, евро 67 рублей 76 копеек. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости на сайте nntv.ru. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин